Продолжение следует... Продолжение следует... То есть в это время, со слов Христа, Петр перестал быть его учеником, отказавшись от него, сказав «я не знаю этого человека», испугавшись, струсив, смолодушествовавшись. Но он получает прощение от Господа. Трижды на вопрос Господа он должен засвидетельствовать о том, что он любит Христа, так же, как трижды отрекался. И он прощен, и он становится главой апостольской общины, ее устами. И теперь, после своего отпадения и прощения, ему точно можно дать ключи от Царства Божия, потому что он знает, что такое падение и что такое прощение. А вот Иуда, раскаившись, пошел и наложил на себя руки. Грех самоубийства является самым страшным грехом, потому что невозможно покаяние как изменение этого греха. В любом грехе можно деятельно покаяться и быть прощенным. И святые отцы многократно говорят, что если бы Иуда раскаивался и пришел ко Христу просить прощения, пришел бы к апостолам, он бы был точно так же прощен Иисусом. Но он не смог этого сделать. Он потерял всякую веру, потому что именно поэтому церковь не отпевает самоубийцам, за них не молятся, если они, конечно, не были сумасшедшими. Так вот, в самоубийстве есть крайняя степень безверия, отвержения Бога, его промысла о мне, крайняя степень недоверия, это такой бунт перед Богом. Ты даешь жизнь, а я не хочу ждать ее окончания. Она не такая, какая должна быть. И человек говорит, я ее прекращаю. Поэтому Иуда и не прощен. И церковь вообще прославила в лике святых десятки тысяч людей. Что такое святость с точки зрения сейчас церкви? Наверное, это не безгрешность, конечно, но это когда церковь может точно сказать о человеке, что он в Царстве Божьем. А вот тех, кто погиб, тех, кто в аду, церковь называет, наверное, не больше десятка. Это ересиархи, это те, кто сознательно сопротивляется Христу и разрушает церковь, и это Иуда. Вот он в картинах страшного суда, например, в изображении ада, он прямо на коленях у сатаны сидит. И обхвачено его страшными когтистыми руками. Вот в этом есть большая разница. Потому что покаяние, как Исаак Сирин преподобный говорит, это трепет души пред вратами рая. А уныние, это уже слова преподобного Иоанна Лесвичникова, такое полное уныние, в которое погрузился Иуда, это вкушение ада. Вот выбор одного и выбор другого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok